Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Семь команд от Самарской области. Участники пятого сезона конкурса управленцев, лидеры России, приступили к выполнению задания регионального этапа. Новые детские площадки и плавучий фонтан. В парке Молодежный продолжается масштабная работа по благоустройству в рамках второго этапа. Нашли новую работу, съездили к родителям и занялись благоустройством своего двора. Как прошла рабочая неделя у самарцев и что в ней было приятного? Он нарушает балансы и вторгается в зону комфорта. В Самаре в галерее «Новое пространство» открылась выставка художника Александра Мальцева по ту сторону. Корнхолл, мини-гольф и многое другое. В оздоровительном комплексе «Виктория-2» прошел фестиваль «Спорт для всех». Участники пятого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» флагманского проекта президентской платформы «Россия. Страна возможностей» сформировали команды и приступили к выполнению заданий регионального этапа, который включен в программу конкурса впервые. Этот этап проходит 3009 управленцев из всех субъектов России и еще 23 стран, которые успешно преодолели дистанционный этап и подтвердили знания на контрольном тестировании. В Самарской области сформировано семь команд. До 9 августа 2023 года им предстоит подготовить проект решения социально-экономической проблемы, повышения кадрового потенциала в муниципальных учреждениях культуры региона посредством привлечения молодых специалистов и креативных управленцев. Наиболее эффективные решения конкурсанты представят губернатору Самарской области Дмитрию Азарову и впоследствии смогут принять участие в реализации. Напомню, что глава региона выступает наставником флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». В Самаре продолжается масштабная работа по благоустройству парка «Молодежный». Проходит второй этап обновления. В парке благоустраивают озеро, в центре которого появится фонтан, а по периметру – красивое ограждение и смотровая площадка. Работают в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды – нацпроекта «Жилье и городская среда». Когда специалисты закончат и что уже сделано – подробности в нашем сюжете. Уже в конце лета это озеро снова станет точкой притяжения для жителей ближайших микрорайонов. Здесь появится фонтан на платформе и смотровая площадка. В парке «Молодежный» продолжается масштабная работа по благоустройству. Этот объект стал одним из победителей всероссийского голосования, которое проходит в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды – нацпроекта «Жилье и городская среда». В 2021 году парк «Молодежный» уже становился одним из лидеров голосования. Здесь появились освещения, детские площадки и новая входная группа. У нас осуществляется благоустройство входной группы от улицы Воронежской до озера. В том году у нас в рамках данной программы была благоустроена полностью входная группа с учетом детских площадок от Нового вокзальной до озера. Мы подходим к завершающему этапу по гидроизоляции искусственного водоема, устройству подпорных стен. Данный объект у нас завершен уже на 80% и к 10 августа по планам у нас начать наполнять данный водоем. Парк «Молодежный» уже трижды становился победителем всероссийского голосования благодаря неравнодушной позиции жителей. Благодарю жителей Самарской области за активность при голосовании, выборе объектов, за то, что инициируют новые проекты, более того, принимают непосредственное участие в их реализации. Ежегодно общественным голосованием территории парка, благодаря жителям промышленного района, парк становится победителем общественного голосования. Для семьи, для молодежи это просто великолепное преображение в нашей, так скажем, микрорайоне. У меня старший ребенок тоже здесь непосредственно гуляет и всегда приходит и говорит, мам, там вообще такие чудеса наделаны. На голосовании участвовали на госслугах, проходили голосование, потому что очень хотелось преобразиться, чтобы преобразился наш парк. Потому что вроде как мурайский уголок есть, недостаточно красив, так скажем, и ухожен, но сейчас прям преобразили его, очень-очень нам нравится. В этом году горожане вновь проголосовали за преображение парка. В 2024 году здесь появится спортивная площадка и эко-зона. Виктория Шарая, Константин Головин, События. Судьбу отрезка улицы Самарской от Маяковского до Чкалова решали в доме купца Маштакова. При поддержке правительства Самарской области и фонда президентских грантов там прошла сессия воркшопа «Ярмарка кварталов». В ней приняла участие и глава Самары Елена Лапушкина. Вариантов преображения территории три. В чем их плюсы и минусы, расскажем в нашем сюжете. Преобразовать территорию по улице Самарской от Маяковского до Чкалова, известную также как 129-й квартал. В доме купца Маштакова при поддержке правительства Самарской области и фонда президентских грантов сегодня прошла сессия воркшопа «Ярмарка кварталов». В ней приняла участие глава Самары Елена Лапушкина. Над проектом «Четыре месяца» работали три группы архитекторов. У каждого из них свой взгляд на то, как должна измениться территория в центре города. Группа архитектора Ирины Фишман предлагает оставить квартал в неизменном виде. Важно, что мы хотим сохранить дух места, то есть дух Самарского двора, его уникальную атмосферу. Место на самом деле уникальное, потому что это, во-первых, то, что оно сохранилось в таком виде на протяжении 150 лет, на котором оно существует, именно на границе исторического поселения, где почти все уже снесено, это уже уникально. Во-вторых, оно обладает потенциалом, в принципе, показать такой исконный самарский быт именно мещан. Потому что Самара, как уже многие историки говорят, это все-таки не город крупцов, это город мещан. И этот квартал, он изначально был заселен именно мещанами. Другая группа архитекторов под рабочим названием «Мягкая реновация» предлагает преобразовать квартал с небольшими современными добавлениями. Вдохновлялись они проектом «Иркутский квартал». Они предлагают оставить здания, но обнести их новыми фасадами, которые должны смотреться единым ансамблем, и сделать парковки за счет сужения улицы. Наша стратегия, которая «Мягкая реновация», это полная реконструкция зданий, но с сохранением исторических фасадов. То есть мы предлагаем в исторической застройке новые здания, но с единым дизайн-кодом. И предоставляем новые коммерческие площади. Мы делаем уникальные пространства, которые являются open space, они выгодны для арендаторов. Третья группа архитекторов настроена радикально. Она предлагает трансформировать квартал с учетом современной архитектуры, то есть снести то, что есть, и построить новые здания. Мы взяли за основу принципы экологического урбанизма и поняли, что они очень хорошо сочетаются с этой исторической застройкой. Люди прямо в центре города получают, с одной стороны, огромное количество объектов социальной инфраструктуры, а с другой стороны, они очень близки к природе. В концепции их рассмотрели все важнейшие аспекты работы с кварталом – функциональное наполнение, архитектурный облик, экономику, расходную часть и окупаемость, типологию строительства и реконструкции, возможные способы управления проектом. Обсуждение реноваций 129-го квартала продолжится. Виктория Шара и Николай Епифанов, События. Готовность нового корпуса больницы в Волгаре – 80%. Об этом рассказали министру здравоохранения региона Армену Биняну во время выездного совещания на территории строя объекта. Здание будет находиться в ведомстве 10-й городской больницы, которая обслуживает Куйбышевский район города. Здесь могут принимать до 700 человек в смену. На месте побывала и наша съемочная группа. В новом корпусе 10-й городской больницы, что строится в Волгаре, работы в самом разгаре. В большинстве будущих кабинетов уже выполнены внутренние работы. Строители там размещают мебель и проводят уборку помещений. Все основные инженерные сети проложены. Продолжается работа по чистовой отделке коридоров. На улице активно благоустраивают прилегающую территорию. Кроме того, заключены контракты на поставку медицинского оборудования. Уже в ближайшие дни в больницу привезут флюорографический аппарат. В самое что и на есть в ближайшее время ждем начала поставки уже медицинского оборудования. Уже подтверждена поставка в ближайшие дни флюорографического аппарата, эндоскопического оборудования, оборудования для центрально-стерилизационного отделения, то есть офтальмологического оборудования. То есть оно вот начинает поступать прямо со дня на день. Всего новый корпус может принимать до 700 человек в смену. Чтобы обслуживать такое количество пациентов, часть персонала переведут из действующих отделений. А также наймут 50 новых специалистов. В основном это выпускники самарских учебных заведений. Подбирать квалифицированные кадры начали еще год назад. На ближайшую перспективу есть чем развиваться, загружаться и вводить новые методы лечения и подходы в медицинской помощи. Я считаю, что это будет тот стимул, тот вот толчок, который активно позволит развиваться здравоохранение Кубежского района в целом. В здании будет пять разных входов. В свое для каждого отделения. Здесь будут принимать взрослых и детей. Откроется пункт женской консультации и дневной стационар для реабилитации. При этом действующее отделение продолжит свою работу. Также будет действовать отдельно инфекционное отделение. В новое здание переедет и гипотологическое отделение. Оно станет центральным для всего региона. На базе такого нового учреждения нами будет создан, вернее переведен областной гипотологический центр лечения пациентов. Преимущественно амбулаторная категория, которая лечится в дневном стационаре, получают препараты бесплатно за счет регионального бюджета. Позволяет своевременно и навсегда излечиться от такого тяжелого заболевания, как гепатит С. И в новых комфортных условиях мы продолжим лечение этих пациентов уже на площадке новой нашей поликлиники. Строительство нового корпуса ведется в рамках федеральной программы «Модернизация первичного звена» национального проекта здравоохранения. Его инициировал президент России Владимир Путин. Исполнение государственных задач контролирует правительство области и губернатор Дмитрий Азаров. Также в рамках этой программы в Самаре появится еще одно отделение больницы у микрорайона «Крутые ключи» и детское отделение на улице Паново. А в Волгаре объект обещают сдать в эксплуатацию уже осенью этого года с опережением графика. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов. События. В Самаре на базе детской стоматологической поликлиники работает уникальный передвижной комплекс для профилактики заболеваний полости рта. Специалисты помогают предотвратить развитие генгивита, стоматита, карьеса и других заболеваний. Все подробности в нашем репортаже. Мобильный комплекс стоматологической помощи уже пятый год стоит на вооружении профильной клинической поликлиники Самары. Аналогов этому уникальному кабинету на колесах в городе нет. Работает он как на территории областной столицы, так и по региону. Главная задача передвижного комплекса и специалистов – профилактика стоматологических заболеваний у детей. Проводится профилактический осмотр и профессиональная гигиена полости рта. То есть профилактический осмотр необходим для того, чтобы выявить стоматологические заболевания и предотвратить осложнения. Мобильность – главное преимущество комплекса. С помощью него специалисты проводят профилактические осмотры на выезде. Например, в летних лагерях, во время оздоровительной кампании или в домах ребенка. Оснащение комплекса ничем не отличается от традиционной приемной стоматологов. Знакомые многим кресла с лампой, инструменты и аппарат для их обеззараживания и стерилизации. Есть все удобства. Работает кабинет на колесах с апреля по октябрь. За одну смену комплекс способен принять до 40 детей. Каждому здесь способны найти подход и развеять миф о страшных стоматологах. Бояться ходить в такие места, что вообще не надо. Потому что стоматологи, они всегда пытаются быть с тобой добрее и никогда не хотят причинить себе зла. Они, наоборот, пытаются сделать лучше. Во время осмотра специалисты комплекса выявляют такие стоматологические заболевания, как гингивит, кариес, стоматит, пульпит и другие. После профилактики ребенок, если нужно, получает направление в поликлинику, где проходит лечение полости рта. Михаил Ермоленко, Игорь Казановский. События. В предстоящие выходные дни в Самарской области пройдут масштабные рейды ГИБДД. Об этом сообщили в региональном главном управлении МВД. Приоритетная цель – предупреждение дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями, а также выявление водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения, пояснили в ведомстве. Всех участников дорожного движения призывают к ответственному поведению на проезжей части. Далее коротко о других темах. В Самарской области установилась жаркая погода. В связи с высокой пожарной опасностью в лесах с 4 по 14 августа установлен запрет на пребывание граждан в лесах и въезд в них на транспортных средствах. Как сообщает Главное управление МЧС России по Самарской области, гражданам следует воздержаться от посещения лесов, а при обнаружении пожара немедленно звонить 01-101. С начала 2023 года произошло 77 лесных пожаров на общей площади более 57 гектаров. За истекшие сутки на территории области в результате неконтролируемого пала сухой травы произошло 5 пожаров. Благодаря оперативным действиям пожарных серьезных последствий удалось избежать. В Самарской области потушили кровлю одного из торговых центров. Об этом сообщили в региональном главном управлении МЧС. В 18.21.3 августа поступило сообщение о горении кровли торгового центра по адресу Сызрань, улица Урицкого, 103. В 18.50 пожар локализовали на площади 70 квадратных метров. В 19.04 объявили ликвидацию горения. Рассказали в ведомстве. Погибших и пострадавших нет. На месте работали 66 человек и 22 единицы техники. Самарская область представит свои достижения на выставке-форуме на ВДНХ. Она будет проводиться по поручению президента Владимира Путина и пройдет в период с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. В списке участников. Субъекты РФ, федеральные министерства и ведомства, корпорации, иностранные государства. Участником этого грандиозного события станет и наш регион. На стенде региона будут представлены достижения региона в различных сферах. Наука, образование, спорт, медицина, промышленность, транспорт, информационные технологии, культура и искусство, туризм. Посетители экспозиции смогут ознакомиться с изменениями в Самарском регионе за последние годы в промышленности и инвестиционной инфраструктуре, строительстве и городской среде, транспортной инфраструктуре, туризме и социальных сферах. В Самаре пройдет ночной заезд велосипедистов-любителей. Он начнется в субботу 5 августа в 23.30 на площади Революции. Следующий сбор 0 часов 30 минут 6 августа на площади Кирова. Оттуда уже в час ночи велосипедисты поедут за Кировский мост на холмы, где устроят пикник. Протяженность маршрута в одну сторону 25 километров. Скорость движения по городу около 15 километров в час. За городом 25 километров в час. В ночном веломарафоне могут принять участие все желающие. С собой необходимо взять заряженные передние и задние велофонари, подстилку, теплые вещи и дождевик. В Самарской области местные жители рассказали о причинах стресса на рабочем месте. При этом мнения у сотрудников и работодателей не сходятся. По информации одного из сервисов по набору персонала, 10% жителей региона заявили, что находятся в сильнейшем стрессе. Причем 38% респондентов отмечают, что уровень тревоги значительно увеличился по сравнению с 2021 годом. Главные причины стресса у сотрудников. Неуверенность в завтрашнем дне. Новости и атмосфера в коллективе. Работодатели считают, что соискатели чаще переживают из-за большого объема работы и личных проблем. Специалисты проводили подобные опросы дважды. В 2021 и в 2023 году. Два года назад руководство и атмосфера в коллективе были самыми популярными причинами стресса. С 8 по 21 августа на нескольких улицах Самары отключат горячую воду. Как сообщили в теплоэнергетической компании, это связано с ремонтом тепловых сетей Самарской государственной районной электростанции. Без воды останутся жители и организации в границах следующих улиц. Куйбышева, Алексея Толстого, Венцика, Водников, Ленинградской, Молодогвардейской, Самарской, Садовой, Галаксионовской, Рабочей, Красноармейской, Чапаевской, Фрунзе, Братьев Крастелевых, Маяковского, Волжского проспекта, Первомайской, Полевой, Циолковского. В рамках ремонта тепловые сети проверят на плотность и прочность. Энергетики призывают жителей города не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки и тепловыми камерами, а также не приближаться к местам парения и просадки грунта. Поездка на природу с комфортом. В Новокубишевском офисе компании «Энергосбыт плюс» подвели итоги ежегодной акции на дачу с удачей. Участие в проекте приняли более 2000 жителей региона. Главным призом стал новый велосипед. Ксения Баканова встретилась с победителем и расскажет подробности. Супруги Абрашкины обожают велопрогулки. Горы, свежий воздух и компания друзей. Мужчина говорит, человеку для счастья много не нужно, а ездить с комфортом вдвойне приятно. Ну теперь, когда я стал обладателем этого замечательного боевого коня, теперь я буду первый идти в этом велопробеге. Большое спасибо. Я думаю, что эта машина такого качества, такого уровня никогда и мне не подведет. Велосипед стал главным призом акции «На дачу с удачей» ежегодного проекта компании «Энергосбыт плюс». В этом году победителями стали четыре жителя из разных городов нашего региона – Тольятти, Самары, Сызрани и Новокуйбышевска. Акция проходила с 1 июня по 30 июня 2023 года. Условия акции достаточно простые. Нужно было оплатить счет за май и сделать авансовый платеж за июнь месяц. Розыгрыш проходит чисто и прозрачно. В программу загружаются лицевые счета всех участников акции, а умная система уже автоматически выбирает победителей. Помню, было мне 10 лет, и я копил на новый велосипед. А теперь копить не нужно. По счетам заплатим дружно. И тогда «Энергосбыт» вас подарком одарит. Эксперты крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России выяснили, какие зарплаты предлагает бизнес работникам с разным профессиональным стажем, а также в каких отраслях зарплаты молодых специалистов растут быстрее всего. Так, в Самарской области соискателям без опыта проще всего найти работу с заработной платой выше рынка в сфере транспорта, логистики и перевозок. Здесь кандидату готовы платить почти 59 тысяч рублей. Сфера перевозок и доставки товаров является одной из самых простых с точки зрения легкого входа в профессию и получения быстрых и легальных денег. Одни из самых низких зарплат Самарцам без опыта в профессии платят компании из юридической сферы 28,5 тысяч рублей, сферы безопасности 29 тысяч, науки и образования 30 тысяч рублей. Если работник решает задержаться в профессии и не уходит из нее, несмотря на невысокую зарплату, работодатели постепенно повышают доход. После трех лет работы сотрудники могут рассчитывать на прибавку от 12 до 179 процентов в зависимости от профессии. Больше остальных зарплата вместе с опытом может вырасти у IT-специалистов, сотрудников сферы продаж и обслуживания клиентов, а также сельского хозяйства. При стаже более шести лет на ощутимое повышение дохода также могут рассчитывать сотрудники сферы медицины и фармацевтики. Он нарушает баланс, вторгается в зону комфорта. В Самаре в галерее новое пространство открылась выставка художника Александра Мальцева. По ту сторону. Почему его называют демоноборцем и какой смысл в свои работы вкладывает сам автор, расскажем в материале. Люди думают, что владеют миром, но любое стихийное бедствие указывает им на их место. Этот посыл и хочет донести в своих работах Александр Мальцев. Самарский художник рассказывает, недаром в Древнем Египте строили гигантские храмы и пирамиды. По его мнению, искусство работало на бога, вера в которого необходима человеку, ведь с ней он чувствует себя спокойнее. Обществу нужна опора, особенно в непростые времена. Я могу как старый мастер написать, как Рембрандт, например. У меня порой получается, а что с ним делать-то? Кому это надо, в общем-то? Живописные начинают сгибаться, потому что нету темы. Эту тему я как бы неожиданно понял, что либо ты берешь быка за нога, как говорится, берешься за то, что любой другой испугается. Он нарушает баланс, вторгается в зону комфорта. Но так было не всегда. Ранние работы Мальцева наполнены солнцем и светом. Но потом у художника произошло переосмысление. Он решил вступить в битву с темными силами, чтобы очистить душу и дать победить свету. Я говорю, я смогу это сделать. Это не каждый может. Это надо почувствовать, что надо делать. Никаких красивых, главное, цвет не должен быть в этом отношении какой-то красивый. Вот эта форма, она везде в движении. Ни одного процесса, когда появляется что-то в форме, одна в другую. Нет остановки какой-то. Это почему? Это потому, что разве хочется выйти из-за предела этого хаоса, связаться с архитектурой. Работы Александра Мальцева выходят за рамки картины «Мчуждо ограничения». Автор хочет показать яркие, мощные художественные истории. И каждый из них не умещается на одно полотно. Это серия работ. Критики называют его демоноборцем. Я думаю, что все мы обладаем собственными демонами, на которые мы традиционно пытаемся закрывать глаза. А некоторые из нас, на мой взгляд, самые смелые, открывают их, исследуют и находят с ними контакт, чтобы овладеть им. А не они овладели носителем. Александр Мальцев бесспорно один из таких демоноборцев. Вы знаете, меня поразила вибрация. У него на всех картинах вибрирует и вибрирует. И надо вначале прочесть название, отойти подальше и присмотреться. И увидеть то голову, то ноги, то, предположим, какие-то глаза. И только тогда начинать немножко понимать эту картину. Ее надо рассматривать долго. Поэтому я хочу приехать еще раз, рассмотреть. И каждую картину надо понять. Потому что это, видимо, особенный художник. Он, наверное, писал, как у него, на том, воспринимает эту планету. Александр Мальцев – художник востребован. И его работы висят в Самарском художественном музее, в Третьяковской галерее, в частных коллекциях за границей. Большинство из них удалось привезти на выставку, которую можно увидеть в галерее «Новое пространство» до 3 сентября. Виктория Шарая, Константин Головин. События. Попробовать себя в спорте впервые. Такая возможность появилась у самарских детей-инвалидов на фестивале «Спорт для всех». Подробности далее. Судья первой категории и тренер по совместительству Татьяна Ножкина пятый год приобщает к здоровому образу жизни детей-инвалидов. В ее арсенале такие виды спорта, как мини-гольф, джакла, настольная игра по закатыванию деревянных фишек в лузы. В шафлборде нужно руками шайбу затолкать на зачетное поле. А маневрируя столом, закатил шарик в лунку – значит, поиграл в кульбита. Из самого простого – это корнхолл. Здесь нужно забросить мешочек с крупой в лузу. Сегодня уникальное мероприятие. Это паралимпийский фестиваль для детей-инвалидов. Сегодня мы знакомимся с настольными спортивными играми. Дети впервые видят эти игры и с таким восторгом их воспринимают. Я у них спрашиваю, ну как? Они говорят, ой, как здорово мы еще хотим поиграть. Фестиваль «Пара спорта. Спорт для всех» проводится при поддержке Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки администрации городского округа Самара. На праздник здорового образа жизни приехали со всех районов города дети от 8 до 15 лет с ограниченными возможностями здоровья. Данный вид спорта могут заниматься не только дети-инвалиды, но и взрослые инвалиды, и пенсионеры, и дети. То есть это адаптивные виды спорта, в которые могут заниматься люди, независимо от возраста и независимо от состояния здоровья. На фестивале «Спорт для всех» каждый участник был победителем. Победителем своих ограниченных возможностей. Все были награждены подарками и дипломами. Сергей Кизоркин, Петр Пламеев. События. Завершилась рабочая неделя, впереди выходные. Люди спешат с работы домой, идут по магазинам. Корреспонденты телеканала «Самаргез» решили узнать, с каким настроением самарцы трудились в эти дни и как собираются провести выходные. Работа, солнце, тепло, лето. Я еще не закончилась, поеду за Волгой. Прекрасно прошла, собираюсь отдыхать. Рабочая неделя прошла замечательно. Работали в поте лица. На выходные планируем отдыхать, пойти на нашу замечательную набережную. Спасибо городу за набережную. Я не работаю, я на пенсии, отдыхаю. Неделя хорошо прошла, плодотворно. Прошла чудесно. В общем-то, все получилось, что хотела, все сделала. На выходные, возможно, за Волгу. Замечательно, на выходные планирую поехать к маме в Жигулевск, в гости. Да, отлично прошла, работал. Вот сегодня выходной взял, так как день рождения. Буду праздновать, отдыхать сегодня. Да и конец недели. Надо же позволять себе чуть-чуть отдыхать. Неделя прошла замечательно, вот работал. На новую работу вот недавно устроилась. Выходные вот сегодня дали. Рабочая неделя прошла замечательно. Телеканал «Самаргиз» запускает новый сетевой проект. Дачные секреты семьи Семизоровых. Как получить богатый урожай без дополнительных затрат? Чем удивить гостей на даче? И какими заготовками порадовать домочадцев в зимнее время? Мастер-классы по обустройству участка и дома. Об этом и многом другом вы узнаете из серии видеороликов. В честь запуска проекта мы решили разыграть сертификат на посещение Кота-кафе «Чукотка». Условия для получения приза просты. Подпишитесь на «Самаргиз», сделайте репост записи с конкурсом к себе на страницу. Через неделю мы рандомно выберем счастливчиков из тех, кто выполнил все условия розыгрыша. Удачи! Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Администрация «Самары» прорабатывает возможность заключения соглашений об информационном взаимодействии с российскими картографическими сервисами, сообщает в своем телеграм-канале руководитель управления информацией и аналитики мэрии «Самары» Елена Рыжкова. Один из первых – система 2ГИС. Планируется, что в режиме онлайн здесь будут отображаться актуальные перекрытия дорог на территории города. Таковые бывают из-за ремонта коммунальных сетей, проведения массовых мероприятий и другого. Исходить будут из того, что жителям будет удобно. Планируя свою поездку, сразу просматривать нанесенные на карту ограничения движения и учитывать их при выборе маршрута. В «Самаре» продолжается сезон благоустройства. Во многих дворах работы уже завершаются, а жители оценивают результат. Глава Кировского района Игорь Рудаков совместно с жителями проверяет качество работы подрядчиков. Накануне он оценил ход работ во дворе по улице Старозагора. Двор преображается по программе формирования комфортной городской среды. Здесь же совершилось строительство парковки по губернаторскому проекту «Содействие», говорится в телеграм-канале Кировского района. Преображение дворовых и общественных пространств – одно из приоритетных направлений у губернатора Дмитрия Азарова. В Кировском районе в этом году приводят в порядок 6 дворов по федеральной программе и еще 4 заявки по губернаторскому проекту «Содействие». На территории Самарской области в связи с высокой пожарной опасностью с 4 по 14 августа включительно установлен запрет на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств на территории всех лесничеств Самарской области, напоминает в телеграм-канале Куйбышевского района. Установившаяся жаркая погода может спровоцировать природные и лесные пожары. С начала 2023 года их произошло уже 77, на общей площади более 57 гектаров. Взглянуть на фотографии прошлых лет и погрузиться в атмосферу 60-х годов прошлого столетия предлагают в телеграм-канале Красноглинского района. На снимках отдых за Волгой в 1969 году и вкусные завтраки, беззаботно и радостно бегающие по пляжу дети. И теплый песок, как отмечает автор, не хуже, чем на морском берегу. Ретро-снимки принадлежат фотографу Валерию Опехтину. На фото прошлых лет – остров зелененький. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках ВКонтакте и Одноклассниках. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго, хороших выходных. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!